Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 9 января 2022 года, воскресенье, день любимой рубрики «Прямой диалог». Как всегда, отвечу на ваши вопросы по интересу, по популярности. Пойдем, надеюсь, что ответы будут полезны. Также хотел бы дать информацию перед началом о скидках, о возможности получить скидку в 50% на курсы. Вы знаете, что у меня два курса записаны, не часто о них говорю, то есть контингент определенный из инвесторов, которые желают обучаться, для них будут эти предложения. То есть два курса – это по оценке и анализу компаний, делюсь своими методиками. И есть второй курс, который был записан относительно недавно, это по поиску инвестиционных идей. Как раз-таки этот курс отвечает на многие вопросы, которые задаются в «Прямом диалоге». То есть какие компании интересны ко входу, как их находить, какая компания интересна, за какой компанией стоит следить, за какой индустрией стоит следить и так далее. Ранее информацию по скидкам давал в Телеграме, в сообществе. YouTube довольно широкий отклик, нашли эти предложения. И многие из участников столкнулись с проблемой, что сервера ограничивали доступ, поскольку был очень широкий трафик. Сейчас работа полностью восстановлена, материалы перенесены на сервера с таким широким доступом, с неограниченным. Соответственно, в формате ролика хотел бы тоже такую информацию дать. Промокод «Праздник» вводите, 50% скидка идет на любой из курсов. Также эту информацию закреплю в описании к ролику. Итак, давайте пойдем дальше по вопросам. Первый вопрос от Павла. Давайте его зачитаю. Денис, доброго дня и с прошедшими праздниками. Спасибо за контент. Очень интересует медицинский сектор в данное время, а именно Амген и Эбот как точки входа. И что бы вы могли посоветовать из медицины. Спасибо за труды. Спасибо большое за поздравления. Вас тоже с праздниками. И по вашим вопросам, по Амген и Эбот. Ну вот Амген и Эбот, собственно, компании для меня интересны. Я их постоянно за ними наблюдаю и периодически применяю в сделках. Что касается Амген, он сейчас у меня находится в портфеле. Давайте я его открою. Что сейчас в котировках у него? По фундаменталу уже не раз проходились. Мне эта компания нравится. Она консервативная. То есть не стоит ждать от него каких-то полетов в космос, открытий роботов, гигафабрик и всего прочего. Значит, это актив консервативный, мединдустрия. И он был куплен несколько раньше. То есть он был несколько раньше куплен и немножко снижался. По Амгену какие положительные факторы, на мой взгляд. Положительный фактор первостепенный, который я определял, оценивал 27.05.2021 года. Справедливую стоимость я оценивал в 254 доллара. То есть это первый момент, который делает интересным для меня вход в Амген. Почему я, собственно, его приобретал. Хорошо снизился с этих стоимостей. У меня есть уверенность, что он к этим стоимостям придет. Да, здесь возникает еще риск отчета февральского. Если до момента увеличения котировок этой компании наступит отчет, то это прибавит дополнительные риски. Но сейчас Амген уже в плюсе и не вызывает такого определенного беспокойства. Второй фактор, значимый по Амгену, это объем обратного выкупа акций. Довольно значимый был объявлен. Точно не помню. Порядка 5 миллиардов долларов, если не ошибаюсь. Может быть больше. Значительный объем обратного выкупа байбэка. То есть прибыль на акцию будет выше. Это всегда положительным сигналом является. То есть Амген интересен. Находится ли он в точке прямо-таки покупки сейчас? Вопрос. Потому что он уже свой основной рост выработал тем самым. То есть сейчас он подошел опять к следующему уровню сопротивления. Как вы видите, который сформировался 230-231 примерно. Он сейчас либо скорректируется, после чего пойдет выше, либо сразу будет пройден этот уровень. Будет зависеть от рынка. То есть сейчас я считаю, что Амген относительно, но не в точках входа. Повышенный риск. В принципе фундаментально, если вы не беспокоитесь о перспективах 1-2-3 дней, недели, может быть 2 недели. И за какие-то коррекции, за какую-то волатильность снижения можно приобретать. То есть фундаментально, если мы говорим как минимум о средней сроке. Я считаю, что компания должна стоить минимум 250 долларов. Готовы удерживать, можно входить. Вообще технически сейчас не лучший момент. Он уже подрос к следующему уровню. Но компанию по-прежнему продолжаю удерживать. И не собираюсь с ней ничего делать. Я думаю, что она продолжит свой рост. И по компании Эббот, ваш второй вопрос. В принципе ситуация аналогичная. Эббот входил, неоднократно входил. В клубе публикую эти сделки. Была зафиксирована по Эбботу прибыль. 130 долларов. Я смотрю, у меня справедливая оценка стоит. Некоторое время я его не переоценивал. Сейчас немножко корректируется. Я думаю, что он не в точках входа. Опять же риском является отчет, который будет уже совсем скоро, 26 января. Есть компании, которые мне объективно интересны, субъективно интересны. Но у них отчеты начинаются январь, февраль. Начинаются отчеты. Покупать перед отчетом компанию такое себе занятие. Потому что я многократно говорил и думаю, каждый инвестор на своем портфеле испытал уже риски отчетов. То есть хороший отчет может не вызвать никаких положительных сдвигов в котировках. Негативный отчет или нейтральный отчет может вызвать снижение значимых котировок в той или иной компании. То есть перед отчетом лучше компанию, конечно, не приобретать. Плюс, опять же, мы рассматриваем, что Эббот был, как я считаю, субъективно интересен до 130 долларов ниже. То есть вот эти вот хорошие были уровни подбора. Сейчас он примерно в той цене, которую он стоит. То есть может вверх, может вниз. Тут еще и отчет. Я считаю, что рисков больше, нежели возможности в настоящее время веба. То есть входить бы я в него не стал. В целом вы спрашиваете про медицинскую индустрию. Что я могу вам сказать? Раньше набирал в медицинскую индустрию, в том числе фармацевтов. Bristol Myers у меня сейчас куплен. У меня куплена компания Merck. То, что в голову приходит. Наверное, еще какие-то компании куплены. Первостепенно то, что идет в голову. То есть они неплохо подросли, неплохо себя чувствуют. Тот же самый Bristol Myers. Вспомните, я о них говорил уже неоднократно. И раньше, когда они были в этих ценах, здесь какие-то просадки случались. Но они меня совершенно не беспокоили. Потому что я понимаю, что цена компании Bristol Myers, она вот здесь находится. То есть вот эта вся катавасия, которая происходила здесь по фармацевтам, по какой-то оборонке, по другим реальным секторам, реальным бизнесам, связана как раз таки с деятельностью ФРС, с пузырями смыльными. В техах каких-то вдували деньги, выходили из реального бизнеса. То есть тут вот как раз таки все вот эти снижения были связаны именно с этим. Вообще у меня есть уверенность, что компания Bristol Myers должна стоить примерно вот 77 долларов. Была приобретена ранее. Сейчас показывает, наверное, процентов 6-7 плюсом. Еще я считаю, что, конечно, возможности роста у нее довольно-таки широки, но риски возрастают. То есть может быть опять тряханет рынок. Она сейчас на своих локальных максимумах снизилась. Сейчас растет и вот на локальном максимуме находится. Я думаю, что все-таки она продолжит свой рост. Но тут смотрите, исходя из вашего риск-профиля, уже интересно она или неинтересна. То есть компании лучше, конечно, покупать на снижении. Когда они снижаются, достигают определенного уровня или начинают стабилизацию. Начинают стабилизацию в виде роста, ну где-то внизу. То есть когда уже от минимумов состоялся рост на 17%, ну возникает такой закономерный вопрос, готовы ли принять на себя дополнительные риски. Может быть опять в Apple начнут вдуваться деньги, фармацевты пойдут опять вниз. То есть тут рассмотрите вообще в средний срок, я считаю, вот цена хорошая для Bristol Myers, к примеру. Обви фиксировал раньше, то есть фармацевтов были немножко получше точки входа. А касательно медицинского оборудования, диагностики, поиска и всего прочего, сейчас компания находится в снижении. Кто ребята в клубе состоят, у меня была компания, так, чтобы не ошибиться, Allegian, если не ошибусь. Allegian. Так, уже не помню, как она пишется. Allegian, по-моему, Allegian, да. Ее зафиксировал, по ней были положительные такие сигналы к росту, но фиксация произошла примерно 600 с копейками, сейчас компания ползет дальше вниз. То есть вполне вероятно, что достигнет 538, в идеальном случае это 500. То есть медицинская индустрия в плане оборудования снижается, пока не стоит. Будут отличные точки входа, собственно, когда компания падает, докуда-то она допадает, там ее стоит приобрести. В общем-то, пока считаю, что не самое лучшее время для медицинской индустрии. Вот Сергей, следующий вопрос. Здравствуйте, Денис, NTNT и British Tobacco значительно выросли. Чем обуславливаете этот факт? Рынок ждет ужесточения денежно-кредитной политики, стремлют свое внимание на дивидендные активы. Вот подобный вопрос был в предыдущем прямом диалоге и уже обозначал свое видение, что ужесточение денежно-кредитной политики, оно нисколько не на руку дивидендным компаниям, поскольку будут повышаться ставки ФРС, ставки Центрального банка, там все прочее. Соответственно, деньги станут дороже и заемные деньги в том числе станут дороже. Обычно компании дивидендные, они больше закредитованы, нежели компании ростовые, поэтому им станет в некоторой степени сложнее. То есть степень эта будет не очень высокой, но плюсов здесь я не вижу никаких. Почему растет NTNT, начал свой рост? Во-первых, он очень сильно снизился, то есть тут рост такой, как, ну не сказал бы, что отскок до клейхошки, конечно, есть такое выражение, но просто компания очень сильно снизилась. Давайте ее на графике посмотрим. По фундаменталу, я думаю, с ней все понятно. То есть вот примерно такая ситуация у NTNT от своих каких-то локальных максимумов. Она снизилась на 35%, а сейчас несколько выросла. То есть тут, в принципе, закономерно, что она может подрасти на 17% после такого огромного снижения. Я думаю, что дело как раз-таки отчасти в слиянии с Discovery. Там Discovery хорошо себя чувствует по котировкам. Давайте его откроем. Диск. Отскакивает Bank of America, насколько помню, поднял прогноз по данной компании. Соответственно, чуть ли не 75% рост по Discovery. Так, что-то не открывается Discovery. Discovery. Вот, собственно, что произошло по Discovery. Какой сильный отскок произошел за последнее время. Тут NTNT вписалось. В общем, им предсказывают скорее позитивное совместное будущее, слияние с WarnerMedia. И я думаю, что как раз-таки после сильного снижения и вот как раз-таки на слиянии на этом отскакивает NTNT. Касательно BTI и British Tobacco, я думаю, что это закономерная ситуация, когда мы на рынке сейчас видим вытекание денег из Big Tech'ов и распределение их по всему остальному рынку. То есть на фоне снижения индексов мы видим, что индексы значимым образом снижаются. Ну, вот у меня куплены те же самые платежные системы, куплены дивидендные активы, куплена оборонка, фарма. По итогу, точно, ну не хотел бы обмануть, но снижение было в пятницу по индексам. Давайте откроем. Вот очень значимое снижение на 0,6% и NASDAQ почти на 1,5%. У меня портфель плюс показывал. Там какой-то небольшой, но зелененький, плюс какие-то там 0,02% например плюсом на фоне вот такого значимого снижения. То есть сейчас мы видим снижение индексов за счет того, что деньги перетекают из флагманов в реальный рынок. То есть огромная, как вы видите, такая волатильность, значимое очень снижение для индексов. Это значимое снижение. Это необычная компания, которая там в день может скакать на несколько процентов, особенно с малой капитализацией. Но в то же время, обратите, мы видим много зеленых вариантов. Те же самые страховщики. И вот у меня УНУ приобретен, там вот Bristol Myers на 2%, Activision Blizzard, Electronic Arts, там какие-то реальные бизнесы, Levit & Platte, оно все зелененькое. То есть немножко денег из Microsoft, из Google, из Apple вышло. И этих денег хватает с лихвой, чтобы поднять котировки реального сектора на значимые объемы. Поэтому перетекают деньги, как я считаю. British Tobacco, опять же, в недооценке в сильной, от 2.08.2021 его переоценивал, ценимым компанией в 42 доллара. То есть в недооцененные компании денежки пошли, и British Tobacco начал свой рост. То есть ситуация с NTNT, там несколько различная у них. Такая ситуация, значит, по British Tobacco. Так, далее от Ильи вопрос. Добрый день, Денис. Прочитал, что вы закрыли Microsoft. Хотя ранее не раз говорили, что покупаете его каждый месяц, невзирая на цену, долгосрок. Ждет серьезной коррекции. И до каких цифр? Да, все верно. Microsoft я покупал ежемесячно как минимум одну акцию. У меня это происходило несколько месяцев. Потом я Microsoft купил в значительном объеме, процентов до 4 портфеля я его докупил. Он неплохо подрос. И продал его в связи с возможностью как раз того перетекания, которое мы сейчас видим. Но я бы не стал его продавать, если бы он соответствовал в полной мере стратегии. Я вот не раз говорил так же, и ребятам периодически говорю, что посматриваю на Amazon, посматриваю на Google, посматриваю на Microsoft, вот они мне не заходят. То есть я понимаю, что это активы отличные, сильные, ростовые, но дивидендов либо они платят, либо кот наплакал. То есть мне нравится, когда компания платит дивиденды. С осознанием того, что я буду получать вполне вероятно более низкую доходность годовую, я это все прекрасно понимаю, я уже не первый день инвестициями занимаюсь. Я готов приобретать рост плюс дивиденды или дивиденды, потому что эта стратегия мне ближе. То есть у меня нет гонки с индексом, максимум каких-то иксов сделать и всего прочего. У меня реальная стратегия, реальный инвестиционный портфель, поэтому такие два фактора наложились. То есть в первую очередь первостепенный фактор это то, что от Microsoft вроде бы все здорово, но очень мало дивидендов. На те же самые средства, которые я из него высвободил, они сейчас находятся в кэше, готов был бы приобрести какой-то актив рост плюс дивиденды, который больше соответствовал бы моей стратегии. Второй фактор это несколько дороговат Microsoft. Я не покупал Apple, как вы знаете, потому что очень перекупленный актив. Microsoft продал, Google продал некоторое время назад. И давайте откроем Microsoft, по нему много вопросов. Вот, собственно, продажа Microsoft была 332, по-моему, 334. Где-то здесь он был продан. И точку для него, ближайшую, я бы определил как 305 долларов. Тоже в ответах на вопросы я в Телеграме эту информацию публиковал. То есть 305 долларов. Microsoft был бы поинтереснее. Возможно, я приобрел бы его в средний срок. Говорить о конкретном, вот 305 он пришел, например, я его опять же закупил бы. Я бы не стал, потому что мы не знаем, к сожалению, что дальше будет происходить на рынке. В Microsoft, как в долгосрочной компании, есть полная уверенность, это сильный актив, динамично развивающийся актив. Вот стоит ли его на 305 подбирать и с ним идти дальше, наверное, стоит долгосрок. Если говорим о коротких сделках, спекулятивных сделках или среднесроке, я бы подождал. То есть динамика снижения может по бигтехам и продолжиться в зависимости от того, как будет себя показывать рынок. Ключевого момента, как вы знаете, я уже многократно говорил, жду, когда закончится вливание денежных средств в рынок со стороны ФРС. И оно вроде как уже вот-вот скоро закончится. В 2022 году начнется повышение ставок. И вполне вероятно, что вот эти спекулятивные, манипулятивные моменты со стороны рынка, они уйдут. Соответственно, мы сейчас видим такую нормальную балансировку, когда активы недооцененные, качественные, перспективные, они начинают набирать цену. Активы, которые перекуплены, дороговаты, они начинают несколько поддуваться. Дальше закономерно будут подрастать в соответствии со своими планами по увеличению бизнеса и всего прочего. Пока прямо-таки набирать Microsoft или что-то не стал бы, я бы подождал. Ну, здесь такой момент двоякий, конечно. Можно точки входа пропустить. Я сторонник надежных инвестиций в первую очередь. То есть у меня нет необходимости какие-то спекулятивные сделки совершать, чтобы попробовать заработать максимум, рискуя при этом капиталом, например. Я бы все-таки подождал стабилизации и в настоящее время рассматриваю точки входа только в те активы, которые, по моему мнению, являются недооцененными и соответствуют моей стратегии. То есть в таких активах я абсолютно уверен, и у меня нет беспокойства насчет них. Вот были, скажем, некоторые такие нестыковки с Google, с Microsoft. Я их зафиксировал, публиковал эти сделки. Вот Google тоже продал и в настоящее время достаточно доволен этой продажей. Здесь отметил, инсайдеры выходили из Google, но они периодически выходят. Это новая система для себя, новая такая метрика, которую я делаю. Входы и выходы инсайдеров только значимые обозначают. То есть Google тоже был продан вместе с Microsoft повыше. Сейчас идет снижение. Может быть, 2641 он покажет. Далее в долгосроке, конечно, рост будет. Далее от ЕС. Вопрос. Добрый день. Как считаете, Microsoft и Facebook стоит сейчас подбирать или сильно ниже могут сходить? Ну, собственно, это продолжение. Как раз такие вопросы, которые были выше. Facebook у меня в портфеле находится. Facebook у меня приобретен. Я считаю, что он в отношении с Microsoft, с Google, с Apple в настоящее время он является активом, который недооценен. То есть у него перспективы достаточно высокие. Стоит он недорого. По мультипликаторам достаточно дешево. Есть хорошие возможности для развития Facebook. Пока удерживаю. Ничего с ним не планирую делать. То есть Facebook у меня есть в портфеле. Так. Вот Андрей. Вопрос. По логике последних видео были топ-3 дивидендных бумаг. Рост плюс дивиденды. Предлагаю закончить эту цепочку подборкой топ-ростовых акций. Спасибо. С ростовыми подборками я тоже думал сделать такую вот топ-3. Но возникает вопрос очень такой интересный. По ростовым акциям в настоящее время затруднительно для меня. Хотелось бы, чтобы эту информацию, которую я дал, она была правильно воспринята. Если долгосрок, значит долгосрок. Если средний срок, значит средний срок. И сейчас у меня есть некоторые сомнения вот именно в этот момент рынка, что считать ростовыми акциями. То есть многие годы до этого, это порядка там 3-5 лет, вот как раз таки Microsoft, Facebook и многие другие, они были флагманами роста. То есть ростовой актив часто воспринимается по-разному. Начинающие инвесторы, в первую очередь, ростовые акции воспринимают это растущие в котировках. Вот растет компания, значит это отличная компания, отличный ростовой актив, именно рост в котировках. Но есть одно но, о котором мы очень часто говорили, особенно где-то полгода назад, 8 месяцев назад. Было очень много заблуждений, на мой взгляд, и сейчас, собственно, мы видим, что это действительно были заблуждения со стороны инвесторов. Летели ракеты, какие-то убыточные биотехи, которые на коленке сделаны, какие-то программные обеспечения, которые ничего не производят, никаких программ в огромных убытках, оно все росло. То есть некоторая такая нестыковка возникала. Компании ростовые были просто мыльные пузыри, надутые в воздух, которые продавали за огромные деньги. И были, соответственно, хорошие, надежные компании, которые росли как бизнес, но не росли в котировках, потому что все деньги были как раз-таки в ракетах. Люди активно вкладывались туда, теряли деньги. Сейчас мы это все уже видим, наблюдаем, что оно все попадало, конечно же. Хотя росло там на 100, на 200, на 300 процентов. Люди воспринимают это как депозит, несли туда деньги. Соответственно, сейчас 150-70 процентов убытков. И сейчас есть движение как раз-таки из компаний с малой капитализацией, деньги выводятся из венчуров, в том числе, которые были мной приобретены не так давно, благо в небольшом проценте средства выходят и подрастают постепенно на те активы, которые я считаю надежными и заслуживающими роста. Вот что произойдет в следующий момент, сейчас точка вопроса. Какие компании считать ростовыми? Я думаю, все-таки те, которые будут максимально надежные, которые показывают действительно рост своих финансовых потоков, рост своего бизнеса, котировки подтянутся. И все-таки при выборе даже таких компаний, если идти по надежной стратегии, то не всем новичкам, не всем зрителям будет понятно, они могут и попадать. То есть, если мы возьмем качественные, отличные ростовые активы, они в следующий момент, опять Apple начнет расти, какие-то еще компании начнут расти, они подснизятся, и люди подумают, что все потеряли, значит, надо будет, как говорится, фиксировать убыток, там забивать лоси и все прочее, будет сумятиться. Сейчас есть такой вопрос по ростовым как раз-таки бумагам. Думаю, подождать какое-то время, когда настанет более ясная позиция со стороны ростовых компаний, то можно будет сделать такой ролик. Итак, давайте дальше. Вот Евгения вопрос. Добрый день, Денис, Рождеством. Подскажите, пожалуйста, какие бумаги посоветуйте купить долгосрок на 1-3 года на российском, американском бизнес-рынке. Возможно, что-то купить стоит на других рынках Китая. Ну, Китай, как вы знаете, это, конечно, риск огромный. Об этом часто говорю. Буквально некоторое время назад спрашивали про Казахстан, стоит ли брать. Там все вверх пошло, все здорово. Начали Казахстан набирать. Собственно, получили огромный минус на тех событиях, которые мы, я думаю, все наблюдали. То есть по Китаю аналогично. В Китае все окей, все нормально, потом там партия что-то усмотрела, какое-то несоответствие. Компании китайские полетели вниз. Похоже, сейчас Китай начал восстанавливаться. Китайские компании очень дешево стоят. Стоит или не стоит в них ходить, вопрос риск профиля. Я Китай для себя закрыл. Мне Китай, в принципе, неинтересен стал, потому что с ходом инвестиций, с ходом своей деятельности Китай – это всегда кот в мешке. Он то растет сильно, кажется, вроде Китая надо покупать, а потом хлопает точно так же, как китайская хлопушка улетает все вниз, все разлетается в разные стороны. Не думаю, что это направление для меня интересно. Я, как уже говорил, сторонник таких обдуманных, низкорисковых инвестиций, но с желанием получить нормальную, приличную доходность, безусловно. То есть ни облигации, ни 1-2% и все прочее. Я бы Китай все-таки избегал, потому что и в американском рынке, в предсказуемом стабильном американском рынке полно идей довольно-таки интересных. Просто их стоит подождать, нужно подождать, и все будет здорово. Там такие потрясения будут маловероятны. А какие бумаги купить долгосрок, среднесрок на российско-американском рынке? Ну, считаю, вот из России, например, Лукоил сейчас интересен. Лукоил приобретал некоторое время назад, Русагра приобретал, в моем портфеле Черкизова, Фосагра есть такие компании. Американский рынок по индустриям сейчас есть интерес к альтернативной энергетике, пузырь альтернативной энергетики сдулся. Мы помним все инфраструктурный план Байдена, все улетело вверх сейчас. Значит, все будет в солнечных батареях, ветряках, и куда-то в какие-то неразумные котировки улетели. Альтернативные энергетики, конечно, стоили очень дорого, сейчас они значимо корректируются. Можно рассмотреть их при окончании снижения, вполне возможно, что оно уже в завершающей стадии, уже компании стоят адекватных денег, можно рассмотреть. То есть в альтернативной энергетике есть уверенность. Так, давайте пойдем дальше. Вот Дениса вопрос. Здравствуйте, какие компании подобрали на коррекции или какие собираетесь докупать, но они чуть-чуть не дошли до нужной точки. На коррекции пока ничего не приобретаю, то есть коррекция, я считаю, еще не в полной мере закончилась. У меня в портфеле, как я уже говорил, есть фарма, есть оборонка, есть платежные системы и прочее. Они, в общем-то, себя неплохо чувствуют. Те активы, по которым идут коррекции, она еще не закончена, я не в стадии такого снижения, пока я считаю рано. По активам, которые не дошли до нужной точки, ну, собственно, альтернативная энергетика, пожалуй, рейты замечательно снизились. Как только начнут показывать признаки восстановления, признаки разворотов, там есть уже ряд компаний, которые вошли в область недооценки, можно их рассматривать. Снижается замечательно. Медицинское оборудование тоже можно его рассмотреть. Так, по Intel и IBM анонсировали новую компоновку транзисторов в чипах. Intel планирует переходить так-так-так, лучше, чем Apple. Что думаете о перспективах и актуальной точки входа? Ну, у них точек входа-то уже нет. То есть, по точкам входа Intel и IBM можно было рассматривать раньше. По IBM я публиковал ролик как раз-таки в разрезе дивидендных компаний. Не думаю, что это какая-то там великолепная компания, которая транзисторы, чипы создаст и пойдет там вверх развиваться. Это маловероятно. IBM, на мой взгляд, обладает не очень сильной структурой управления, но как дивидендный актив точки входа в него были и публиковал эту информацию. То есть, сейчас IBM уже значительно вырос. Не стоит, скажем, такого рассмотрения. Intel тоже от своих уровней хороших относительно отошел. Я его не приобретал, у меня в зоне интереса его нет. Но сейчас он тоже значительно вырос. Конечно же, уже точки рассматривать по нему не очень интересно. То есть, он от минимумов существенно ушел вверх. Мне бы он интересен был, вот я в области это обозначал, а если сходит 45-43. Это будет хорошая недооценка по нему, порядка 10-15%. Да, интересно. Вот как раз он пришел к справедливой оценке, которую я обозначал еще в мае месяце. Вокруг нее покрутился и пошел вверх. То есть, примерно за те деньги, которые он стоит, у меня интереса не было Intel покупать. Только в недооценке. Вот касательно компании IBM. Думаю, кто ролик смотрел. Он хорошо вырос, пошел вверх. Собственно, от минимумов он вырос уже на 16%, на 20 с копейками. Конечно, уже... То есть, психология инвестора, к сожалению, и почему так сложности инвестирования происходят, инвестору сложно покупать, когда компания снижается. Когда она где-то идет вниз, вот сюда, кажется, все пропалось. Сейчас будет компания банкротом. Нужно скорее ее продавать. И все разбежались. Очень страшно. А хочется компанию покупать, когда она выросла. Но мы понимаем, что точка входа здесь, например, или здесь, она хорошая. А точка входа вот здесь, или вот здесь, она уже относительно малоинтересна. То есть, компании лучше рассматривать те, которые снизились. Которые выросли на 20%, уже относительно тут много рисков. Вполне вероятно, что IBM может снижаться сейчас с 125 или выйдет новость, он полетит вниз. То есть, уже, на мой взгляд, точек входа в них нет. Так, от BramBook вопрос. Можно, пожалуйста, точки входа по NVIDIA, справедливая стоимость. По NVIDIA и точке входа сейчас, я считаю, нет. NVIDIA, я публиковал сделку, я ее фиксировал. Очень хорошо она выросла, но я понимаю то, что она стоит просто безумно дорого, поэтому здесь у меня интереса к NVIDIA нет. Сейчас она находится на значимом уровне поддержки. Но есть высокая вероятность, что она преодолеет этот уровень поддержки и на 230 отправится. Вполне может быть такая ситуация. Вообще, справедливую стоимость по NVIDIA рассчитать довольно сложно. Я бы сказал, минус 50-70% от текущей стоимости. То есть, если мы возьмем калькулятор, это примерно то же самое, что считать Tesla. Кажется невероятным, но это происходит 272, ну, скажем, минус 60% в среднем. То есть, это в районе 100 долларов, может быть, 70-100 долларов. Это разумная цена на компанию NVIDIA, на мой взгляд. Можно, конечно, посмотреть более подробно, но не в формате прямого диалога. Но NVIDIA сейчас не вызывает такого интереса. Очень-очень-очень дорогая компания. Перспективы хорошие. 50% рост финпотоков, увеличение бизнеса на 50% в год. Это великолепные показатели. Но в компанию заложен аванс, что она будет такими темпами еще лет 10-15 развиваться, что, на мой взгляд, маловероятно. И я все-таки по NVIDIA был бы сейчас осторожен. Возможно, этот хайп пройдет, и компания постепенно начнет снижаться. Не знаю пока. Опять же, к вопросу о ростовых активах. Что будет? Начнут выдувать деньги. NVIDIA снова полетит. Apple полетит. Деньги не начнут выдувать. Они еще несколько скорректируются. То есть, пока здесь вопрос остается открытым. Выводы делать бы не стал. Так, по AMD на каких ценах при снижении можно откупать, чтобы увеличить свою долю в портфеле? Ну, опять же, по AMD примерно аналогичная ситуация. Он достаточно... Ну, собственно, динамика у него та же самая, что и у NVIDIA. Ну, цена такой хороший уровень 120. Вот визуально, который сейчас видится, это уровень 120 долларов. Хороший довольно-таки уровень. Если хотите и верите в дальнейшую перспективу, в дальнейшее развитие. Еще раз хотел бы повториться для новичков. Когда я говорю, что компания, возможно, будет снижаться, я не говорю, что ее видеокарты отвратительные. Не покупайте видеокарты AMD, не покупайте продукцию NVIDIA, это плохая компания. Нет, ни в коем случае мы говорим о ценах. То есть о ценах на компанию, не на продукцию. Компания может быть великолепной, может быть плохой. У плохой компании может быть продукт, который заслуживает там внимания, например. Есть бизнес, сколь хорош не был бы бизнес, сколь не был бы качественен продукт, есть цена этому бизнесу. Он не может стоить бесконечно много, там десятки, сотни, триллионов долларов не будет стоить булочная, например, которая выпекает очень вкусные булочки. Вот булочки самые вкусные в городе, в любом случае будет выпекать пекарня, которая будет стоить, например, своих разумных денег, пусть в два раза дороже, чем аналогичная пекарня, которая не настолько хороша. В два, ну пусть в три раза дороже, там максимум, но она не должна быть стоить в миллион раз дороже, чем стоит ее бизнес фактически. Вот об этом я говорю по AMD, по NVIDIA. Просто периодически возникают такие моменты, что люди неправильно воспринимают этот момент и говорят, что нет, вот AMD видеокарты, они великолепные, вы говорите, что компания будет снижаться. На это стоит внимание обратить обязательно. Так, от Михаила вопрос. Здравствуйте, Денис. Недавно в Телеграм-канале вы писали, что на рынке сейчас, вероятно, происходит ребалансировка, и что теперь у вас под наблюдением биржи, альтернативная энергетика и еще ряд индустрий. Подскажите, пожалуйста, поподробнее, о каких индустриях идет речь. Ну, собственно, вы правильно указали, альтернативная энергетика, биржи. Потом, что у меня еще попало в область, это рейты, это медицинское оборудование. Вот, собственно, пожалуй, эти позиции для меня сейчас интересны. Они находятся в снижении. Компаний их много, они довольно-таки сильные. Как только придут к интересным точкам входа, можно их вполне рассмотреть. Акции каких компаний вы продали в связи с ребалансировкой, по каким ценам. А вот Microsoft Google продал, Alligion был зафиксирован, был Crown Castle зафиксирован. Значит, ну, Alligion, Microsoft и Google я уже ценные обозначал выше, Crown Castle. Что-то я не припомню. Давайте, если этот интерес вызывает. CCI. Хорошая была точка продажи по Crown Castle. Вот, обозначал этот уровень. Так, чуть ниже, я, по-моему, его продавал. Ну, где-то 200 с копейками, наверное. Я уже, честно сказать, не припомню, сколько он был продан. Может быть, 199, ну, 200, может быть, 200 с копейками был продан Crown Castle. Сейчас он пока снижается. Будем надеяться, что он еще пониже спустится. Можно будет рассмотреть его к приобретению. Ну, вот, пожалуй, эти компании продал. Так больше в голову ничего не приходит. Он, по-моему, больше ничего не фиксировал. Пока есть компании в плюсах. Подходят к своим точкам фиксации. Это монстр. Давайте монстр посмотрим. МНСТ. Собирался зафиксировать, но чуть-чуть он не дошел до справедливой стоимости. Пока продолжаю его удерживать. Компания отличная, мне она нравится. Ну, порядка 99, может быть, чуть повыше. Планирую эту компанию зафиксировать. То есть, дошла до 98.74. И сейчас находится в некоторой коррекции. Продолжаю удержание. Ну, то есть, это следующий кандидат на продажу. Так, и от Михаила также вопрос. Добрый день, Денис. Акции United Health, Microsoft, Nasdaq прилично скорректировались. От каких цен можно подбирать? Ну, собственно, мы как раз-таки уже сверху поговорили насчет этих компаний. Пока я бы ожидал стабилизации, какого-то становления. Будут ли они еще снижаться? То есть, тут все зависит от рынка. Я бы хотел быть в Англии. Сказал, вот я вижу, что Microsoft дошел на 305 с копейками. И вот тут фонды начали откупать. Я по волне по какой-то там определил. По заячьим ушам, по шару. И вот все. Тут рынок как раз развернулся. Конечно же, это все из уровня абсурда. Никакого там инструмента, который бы определил будущее рынка, будущее снижения до конкретных каких-то значений. Конечно же, его нет. Посмотрим, как будет ситуация происходить. Если компании придут в те цены, которые будут справедливы для их бизнеса, а лучше будут отражать недооценку их бизнеса, тогда можно будет рассматривать. Пока и United Health, и Microsoft, и Nasdaq, они еще находятся прилично выше тех цен, за которые я хотел бы купить прямо-таки эти бизнесы. То есть, когда хорошая недооценка, можно не боясь, не опасаясь покупать этот бизнес. Пусть он еще на рынке где-то спустится, на какой-то волатильности, на какой-то новости, там снизится на 5, на 10, на 15% вниз. Это будет уже не страшно, потому что точки входа будут отличные для этого бизнеса. Можно еще месяц-полтора подождать. Компании улетят в любом случае вверх. То есть, пока ожидаем. Так, дальше, вот Виталия вопрос. Денис, добрый день. Интересует, остался ли у вас в портфеле Amazon? Выставлен ли стоп-плосс по нему? Как оцениваете перспективы на 2022 год? Amazon остался в портфеле. Вот Amazon и Facebook. У меня две компании остались из Big Tech. Собственно, по Facebook тоже уже выше сказал, что компанию, я считаю, что она находится в недооценке, как минимум 350 долларов ее цена. Может быть, 370-380. По Amazon стоп не выставлял. Пока продажу его не планирую. Если динамика снижения техов продолжится, может быть, по нему выставлю стоп. Но Amazon мне импонирует. Amazon мне нравится. Он стоит относительно недорого. Значит, перспективы компании на 2022 год. Я считаю, что перспективы у нее умеренные. В своих отчетах Amazon отражает некоторую, скажем так, не то чтобы слабость, но снижение некоторого финансового потока в ближайших перспективах по отношению к возможностям будущих финансовых периодов. И, как я понимаю, как я считаю между строк, это не 2022 год. Наверное, это все-таки попозже 2023, может быть, 2024 год. Поэтому 2022 год я для Amazon определяю как умеренный. Не страшно держать Amazon. Компания не перекуплена. Гораздо больше платили за Amazon в предыдущие периоды. Но все-таки как к ростовому активу отношусь к нему с некой осторожностью. И второй момент, что, опять же, он не полностью соответствует моей стратегии. Он не платит дивидендов. Поэтому периодически на него поглядываю, но без каких-либо пока движений. Все-таки рассчитываю, что Amazon будет продолжать свой среднесрочный тренд роста. Так, давайте, что-то может быть еще интересное. Вот 91 лайк от Евгения. Вопрос. Добрый день, Денис. Интересует ваше мнение о доп. Сложилось на 25% от пиков прошлых роликов. Вы говорили, что на интересно, на дорого стоит. Не пора ли подбирать? Ну, я бы все-таки по адоп аналогично Microsoft, аналогично другим компаниям из крупных технологических. Я бы пока просто подождал. То есть такой короткий ответ на вопрос будет. Цена, да, приличная, перспективы хорошие, все здорово, но может на тренде все как раз-таки продолжится. Главное тут такое лирическое вступление не упустить тот момент, когда, например, говоря о моем портфеле, о моей стратегии, были приобретены многие компании в недооценке, хорошие перспективные бизнесы, которые сейчас растут, но не были приобретены. Ну, адоп тоже я приобретал, бог с ним, там я по нему прибыль фиксировал, не на максимумах, но, тем не менее, в адоп тоже вкладывался не в долгий период. То есть можно потерять возможность роста бигтехов, например, приобретя недооценку, а когда бигтехи будут снижаться, а недооценка чуть-чуть вырастет, продав недооценку и перейдя в бигтехи, можно в ноль выйти. То есть и там потерять рост, и здесь потерять рост. То есть тут нужно, я думаю, распределять свои возможности по направлениям. Растет недооценка, лучше ее держать, пока техи снижаются, пусть они снижаются. Когда они допадают до своих минимумов, тогда, может быть, будут какие-то возможности, точки входа по ним продать активы, которые хорошо выросли из недооценки, переложиться, например, в снизившиеся техи. Пока, я думаю, что не время. Так, и давайте еще от Евгения Ефремова вопрос. Палантир и Фасли могут ли стать новым Microsoft? Есть ли перспективы по фундаменталу? Я считаю, что перспектив нет. Палантир как был, так и остается темной лошадкой. По нему ролик снимал, и оценка была нейтральная. То есть там не совсем понятно, в какую сторону он развивается. Там и оборонка, и дополнительные направления. В общем-то, повышенные риски. И сейчас мы видим как раз-таки тренд по палантиру боковика. У меня он периодически находится в оценке. И вот даже видим, что он уровень прошел. Вполне вероятно, теперь его снижение в район 14,5. Я думаю, что пока не интересен, безусловно, эти компании с невысокой капитализацией, с сомнениями, где-то с убытками. Они пока не в тренде. Фасли всегда был ракетой. Много раз по Фасли об этом говорил. Тоже получал достаточно много комментариев, что нет, Фасли это будущее. Его надо покупать. Когда вот Фасли вот таким образом рос. Собственно, здесь были собраны деньги. Сейчас инвесторы получают от компании то, что она стоит на самом деле. То есть всегда вопрос времени от своих максимумов. Фасли сейчас скорректировался на 75%. И я думаю, что это не последнее снижение. Он еще вероятнее всего будет снижаться. Я думаю, вполне вероятно по Фасли увидеть район 20 долларов. Это будет нормальная стоимость этой компании, от которой она сможет уже как реальный бизнес развиваться. То есть вот эти ракеты прошли, и тут никакого интереса сейчас к этим компаниям, я считаю, нет. Всегда, как и ранее оценивал, так я и остаюсь на своей позиции. Нужно покупать бизнес, который реально приносит финансовый поток, который реально работает, его продукцией пользуется. Малый это бизнес, средний или крупный, не суть важна. Главное, чтобы был потребитель у бизнеса. Если компания, не про Фасли, а про какие-то ракеты, я говорю, работает 10 лет в убыток, убыток растет, 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 проблемы какие-то очередные, все. Но компания в котировках при этом прет вверх, должны у инвестора появиться вопросы. Зачем такая компания, скажем, почему она столько стоит в первую очередь? Я думаю, что в инвестициях самое главное понимать стоимость бизнеса, оценивать компанию, собственно, поэтому вот и курс записал, как компанию можно оценить. Фасли изначально оценивал негативно, об этом много раз говорил, и вот, как вы видите, собственно, со временем все получаем, то, что фактически стоит, все приходит к балансу, по-другому быть не может. Так, после точки входа, да, точки входа нет уже в этих компаниях. Альтрия выросла, Волгрин Бутс, я по ней публиковал идею на приобретение, давайте посмотрим. Не помню, в общем канале я давал эту информацию или нет, но в клубе точно давал Волгрин Бутс. Да, приобретение было, по-моему, где-то здесь, то есть Волгрин Бутс уже выросла выше своей справедливой стоимости, ирония 52 была по ней цель. Уже нет точки приобретения, Волгрин Бутс уже выросла. Собственно, здесь опять же та же самая психология работает, когда компания выросла на 23%, хочется купить, но здесь уже надо продавать ее. Вот такая ситуация. По инвеско, она тоже дорогая, если помните, я инвеско как перспективный вариант разбирал достаточно давно, то есть только на канале давно, это может быть полтора года назад было, когда инвеско стоило дешево, я не раз о нем говорил. Собственно, это были, вот, наверное, у меня какие-то отметки здесь стояли, это был уровень 10 долларов, 11 долларов, вот тогда был инвеско интересен. После роста инвеско на 120%, но он уже не так интересен. Тут варианты коррекции у него, конечно, более вероятны, нежели там роста еще на 120%, поэтому тут уже точки входа в инвеско отсутствуют, на мой взгляд. Так, давайте еще что-нибудь от Юлии. Вопрос. Здравствуйте, Денис, стоит ли сейчас ходить в Катерпиллер и Нуя на долгосрок. Компания реального сектора, Катерпиллер слишком вырос в прошлом году, Нуя сильный металлург. Катерпиллер у меня под наблюдением находится, реальный сектор, я считаю, что Катерпиллер себя покажет. Он в районе справедливых цен, ну вот уже, кстати говоря, вырос, то есть по нему какие-то оценки вот были где-то ниже, не помню идеи какие-то я по нему давал или нет, но в наблюдениях он у меня есть. Помню, не раз на вопросы отвечал, формировал здесь вот такую область сопротивления в районе справедливой стоимости 208 долларов, потом в итоге ее пробил, пошел вверх. Я думаю, что он вероятнее всего целью, да, наверное, ей цель стоял 245, это первая цель, значит, 223, вторая цель 245, то есть первой цели он достиг, вторая цель 245, можно продолжить удержание. Входить ли сейчас? Наверное, нет. Напишите, вот кто пользовался идеей, кто не пользовался, значит, можно продолжить удержание. Здесь вход сейчас, опять же, после такого роста, ну, тут, возможно, волатильность опять, формирование новой какой-то тенденции, после этого рост, если готовы удерживать, можно это делать, но вообще лучше на коррекции, конечно, приобретать. Так, ну и это, по-моему, Нукор компания, давайте проверим. Да, Нукор давненько уже ее не смотрел, честно сказать, наверное, сейчас я ее никак бы не комментировал. Давайте посмотрим ее в фундаментале, что она показывает. Вообще, я считаю, что металлурги цикличны и стоят сейчас довольно-таки дороговато. Что по нашим металлургам, что по иностранным металлургам, я считаю, что... А, ну вот, собственно, то, что мы, вот, открывал как раз-таки, Нукор тут мою идею продемонстрировал. Как видите, вот цикл снизилась, компания сильно выросла, и дальше ожидание выручки и снижения. То есть, я бы не стал здесь на данные фокуса, конечно, полагаться, это всего лишь скринер, робот, обработки данных. Но мысль, вот, он продублировал мою, сейчас он на максимумах находится. Вероятно, боковичок и снижение по выручке. Это мнение аналитиков, то есть, дальнейшие перспективы выручки тут подгружаются по мнению аналитиков. Собственно, мы эти волны видим сейчас. То есть, волна была вот максимальная, выручка пошла-пошла снижаться. Вполне вероятно, что она еще поснижается. После этого последует снова цикл роста. Сейчас мы не в лучшей, скажем так, позиции по металлургам. Я бы пока не приобретал. Да, вот она выручка, собственно, которая была на графике отражена. И, как мы видим, сейчас компания 16 долларов на одну акцию прибылью закрывает. 21-й год 24 доллара практически. Небольшое снижение уже будет на 22-й год по ожиданиям. И, соответственно, в район 5 долларов может уйти в районе 23-го года. То есть, как раз-таки мы сейчас находимся на пиках, на горбе, скажем так, этого верблюда. Если говорить о технической составляющей. Шучу, конечно. И не думаю, что эта компания сейчас интересна к приобретению. Сейчас как раз-таки точки для фиксации прибыли. Можно подобные ситуации увидеть и по другим активам. То есть, не стоит конкретно рассматривать в этом отношении. Можно посмотреть и иные активы из индустрии. У них у большинства именно такие ожидания и есть. Сейчас примерный исторический максимум у этих компаний по финпотокам. А потом вполне вероятно будет снижение. По Microsoft, я думаю, что ответил. По Ozone. Нет, Ozone мне не интересен. Я, когда он еще вышел на биржу, только сразу уже делал его оценку. Оценивал его очень низко. Тоже было достаточно много вопросов на этот счет. Многие входили в Ozone. Такая ракета. Все здорово. Вот, собственно. Я уж и сам подумал, что почему он так растет сильно. Ну, где-то оценки были где-то здесь у меня по нему, что он будет снижаться. Но вот он вверх пошел. И все-таки куда не денься. Бизнес-компания, он сколько стоит, он дороже не будет стоить. Да, какие-то временные есть тут откупы, какие-то манипуляции. Но в любом случае он потом к балансу придет. Ozone по-прежнему, насколько я знаю, в убытках сейчас, на мой взгляд, не очень интересен. Бывают отскоки, еще что-то. Я не сторонник таких бизнесов, которые работают в убыток. Придут ли они в плюс? Вопрос. Поскольку Ozone, чтобы прийти в хороший плюс, нужно увеличить свою маржинальность. Каким образом он ее может увеличить? Он может поднять стоимость товаров, например, комиссию свою увеличить. Естественно, те минимумы цен, которые сейчас держатся, это за счет того, что Ozone практически себе ничего не берет. И поставщики Ozone зачастую тоже продают товар с минимальной оценкой, как первые руки. Я Ozone тоже пользуюсь и ряд товаров там покупаю. Что-то посмотрел где-то в магазине. Не спеша, особенно какая-то электроника или шуруповерт себе на Ozone покупал. Цены гораздо дешевле. Понятно, что там лишних комиссий нет. Если цены будут более высокими, зачем я буду покупать на Ozone? Я пойду лучше в Leroy Merlin, например, этот шуруповерт куплю. Будет цена примерно та же самая. Ждать ничего не надо. Бизнес-модель, как она будет работать, пока сложно сказать. То есть Ozone сейчас либо лишится ряда клиентов, либо продолжать, может быть, работать в убыток. Либо нужно очень сильно еще расширить свою базу. Когда той комиссии, которая будет достаточно, тех средств, которые он зарабатывает с продаж, с рекламы, будет хватать. Не знаю, сможет или не сможет Ozone это реализовать. Я бы все-таки держался подальше. К тому же компания российская. Вот такой взгляд на Ozone. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Блокрока вопрос. Доброго дня, Денис. МСЦА уровни на подбор и Хумана. Ваша оценка компании сильная ли она и каков потенциал роста падения? Вот по МСЦА, честно, тут уже осталось у нас мы 50 минут общаемся. Наверное, давайте не будем на нее тратить время. Так, посмотрим ее кратенько. Потому что она в зоне интереса в моем сейчас не присутствует. Насдак добавил в интерес. Ну, собственно, МСЦА тоже отображает такую индустрию по бирже. Неплохо подрастает. Хороший рост выручки, свободного денежного потока. Довольно-таки высокие мультипликаторы. Здесь явно видно, что она еще дороговато по тем данным, которые удается получить. То есть, рост примерно на 15% в дальнейшем. Конечно, здесь еще коррекция. Ну, визуально, опять же, не будем привязываться к конкретным цифрам. Я думаю, что 20-30% вполне вероятно получить по МСЦА коррекцию. Это было бы адекватным таким показателем. Нужно смотреть, оценивать ее по всем параметрам. А касательно Хумана, давайте посмотрим. Хумана добавил ее под контроль. Кстати говоря, вот еще из индустрии, которые могут быть интересны, вы мне напомнили. Это индустрия медицинского страхования. То есть, они идут особняшком. HealthCare Plans. Это UnitedHealth. Anthem. Хумана. Сигна. Сентин. Вот эти компании. Хумана, как вы видите, ну вот по оценкам тут, в общем-то, комментировать излишнее. 23.08 давал оценку справедливой стоимости компании. 340 долларов я ее оценивал. Она стоила значительно здесь дороже, чем сейчас. Но, в общем-то, ничего удивительного в этом не вижу. Просто компания идет к тем ценам, которые она стоит. Если вдруг придет к цене КТ, вполне вероятно, что она к этой цене придет или будет дешевле, там можно будет рассмотреть. Собственно, также UnitedHealth, Anthem. Великолепные компании. Ну, просто дороговато сейчас. Поэтому в область интересов не попадают. Но коррекция по ним началась. И будем рассматривать. Придут в недооценку. Будет интересный приобретение. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Может быть... Да, кстати, был вопрос. Необычный. Мне о нем подписчик писал как раз таки в Инстаграм. И напомнил мне этот вопрос где-то здесь увидел. Вот, Виталия, вопрос нестандартный. Давайте его зачитаю. Денис, огромное спасибо за ваш труд. Хотелось бы услышать ваше мнение о локации. Если в будущем по каким-либо причинам, критериям возникнет необходимость покинуть страну, то какие странные направления вам импонируют? Хороший вопрос. Вот все-таки я думаю, что при максимальном количестве случаев я остался бы в России. Все-таки Россия, какой бы она ни была, положительность с какой-то стороны, с какой-то отрицательной, все-таки страна родная. Если все-таки по каким-либо причинам будет необходимость уехать, рассматривал основные направления. Это Болгария и, как же страна называется, дай бог памяти, не Перу, Португалия. Португалия. Есть очень замечательная возможность получения гражданства инвестиционным методом. Как раз-таки о таком методе писал один из подписчиков. Вот информацию присылал мне, он показался очень интересным. Мои какие-то критерии. Вообще страны не то, что я хочу в Болгарию или в Португалию. Там есть возможности, скажем, такие более низкие пороги для меня по входу в эти страны. Что касается Болгарии, страна примерно как Россия, на мой взгляд, очень схожая. Побережье, все здорово, можно жить. У меня родственники живут в Болгарии. В общем-то, есть свои плюсы, есть минусы. Но вот как вариант я рассматриваю такое тоже направление. Недвижимость довольно-таки дешево стоит. В принципе, стоимость проживания невысока в Болгарии. Для меня каким важным фактором еще является возможность получения гражданства. Поскольку просто уехать, это не решает вопросы. Там можно какое-то временное размещение получить. Но тут самый важный вопрос, это именно гражданство. Очень сложно в странах Евросоюза, США, получить именно гражданство. Второй момент, это стоимость жизни, стоимость проживания. Я бы, если уезжал куда-либо, в какую-либо другую страну, я бы не рассматривал возможность работы. То есть переехать, устроиться в какую-то компанию, с утра до вечера где-то работать. И такое направление меня бы не очень устроило. Я все-таки себя больше вижу как бизнесмена, как инвестора. И вот с этих направлений, либо с бизнеса, либо с инвестиций, я бы хотел получать финансовый поток, быть себе, ну скажем так, свободным человеком в этом отношении. И рассматривая какие-то более развитые страны, там Франция, Германия, там Италия или еще что-то, там требуется достаточно много свободного денежного потока, пассивного, чтобы себя чувствовать комфортно, чтобы иметь возможность путешествовать, чтобы иметь возможность купить качественную недвижимость, автомобили и все прочее. То есть эти страны и по порогу получения гражданства довольно-таки сложные, и по стоимости жизни придется работать, либо развивать какой-то значимый бизнес. Вот как раз таки Португалия, есть инвестиционный метод получения гражданства, стоимость жизни относительно недорогая. На европейском уровне, но на невысоком европейском уровне. Болгария совсем просто, но она, насколько я помню, она в Евросоюз не входит. Вот то есть пока такие два направления есть. И так по недвижимости у вас второй вопрос. В разных городах ситуация с недвижимостью складывается по-разному, но в массе оказалось на пике своей цены, не назрела рекоррекция. В общем, меня интересует не сама коррекция, там все понятно, ставка растет, льготы отменяют спрос, цена снижается, психология, насколько и через какое время продавцы будут готовы снижать стоимость, а кто-то маржу. А перспективы рынка недвижимости в сторону более комфортного или арендованного жилья. Отвечая на первую часть вашего вопроса, как вы знаете, недвижимостью я активно занимаюсь и по-прежнему у нас в Омской области наблюдаю рост цен на недвижимость. Буквально вчера рассматривал те районы, которые мне интересны, в которых у меня есть объекты недвижимости, сравнивая с конкурентами, у меня выставлял примерно по рынку цены, сейчас я смотрю, что они стали чуть-чуть ниже рынка, то есть, ну бог с ним, пусть они таковыми останутся, тут главная ликвидность, чтобы они не подвисали эти объекты, лучше чаще такой рокировочкой производить. То есть вижу, что цены все-таки у нас продолжают расти. Я бы не сказал, наверное, что это пики. Мнение сдвигается у меня со временем в сторону того, что цены сейчас наверняка снижаться не будут. Почему это происходит? Потому что вмешивается фактор инфляции. Очень сильно вмешивается. Когда у меня были мысли на этот счет год назад, не мог себе представить, что инфляция будет на таких высоких уровнях. Соответственно, я не думаю, что дело в психологии. Кто-то будет снижать маржу, поскольку смотрел динамику цен. У нас есть район Левобережья, например. С начала года, то есть январь 2021 года, по отношению к январю 2022 года, средняя стоимость недвижимости выросла на 50% квадратного метра. Была в среднем 50 с копейками тысячи за квадратный метр в новостройке. Сейчас порядка 75-80 тысяч за квадратный метр в новостройке без ремонта. С ремонтом это порядка 100 тысяч рублей, 100-110 тысяч рублей. Собственно, 50% рост. И что у меня не совпадало во мнениях, я рассматривал статистику инфляционную по увеличению цен на строительные материалы. То есть строительство это что? Это строительные материалы плюс работа. Работа, понятно, что у нас стоимости практически не выросла, потому что оплата труда осталась прежней, инфляция ушла, цены на продукты повысились. Но понятно, что работодатели, в том числе и строительные компании, они на 50% не подняли заработную плату. Напишите, может быть, кому-то работодатель на 40-50% увеличил заработную плату, но не думаю, что это повсеместно происходит. Соответственно, чтобы дом построить, нужно заплатить по работе примерно те же самые деньги, может быть, плюс 5-7% код зарплаты поднялась. И строительные материалы. Строительные материалы – это, безусловно, основа строительства. Соответственно, в статистиках государственных я смотрел, есть официальная статистика роста стройматериалов на 24%. Это и по первому каналу показывали, и вот есть статистика в интернете, такая 24%. Но я считаю ее субъективно, безусловно, не знаю, у меня нет, конечно, полного там замера рынка, какими методами мерят, какие коэффициенты применяют. Я смотрю по стоимости материалов, которые сам приобретаю. Я согласен с ростом в 50%, потому что в Инстаграме публикую данные по строительству, по ремонту. Обои стоили 1200 рублей, где-то полгода назад, наверное, публиковал. Потом через 2 месяца уже я те же самые обои покупал по 1800-1900. То есть сколько прибавляем? Прибавляем ровно 50%. На иные материалы, что-то на 50%, что-то на 70% выросло. Буквально я заказы делал, интернет-заказы сохраняются. Делал некоторое время назад, что-то стоило 20 рублей, оно уже стало 35 стоить, например. Разница просто огромная, 50-70%. Поэтому фактически уровень инфляции, на мой взгляд, субъективный по строительству. Он как раз таки отражает 50% рост вот этих стройматериалов плюс работы. В общем-то, поскольку выросла стоимость строительства объектов недвижимости, естественно, цена также выросла на 50%. То есть тут не потому, что кто-то обнаглел, там какой-то строитель, какие-то деньги стал огромные, драть людей. Нет. То есть по себестоимости плюс стандартный уровень маржинальности на оценке продается недвижимость, это как раз таки отражает 50% рост. Была возможность снижения недвижимости в связи, если инфляция у нас остановится, соответственно, меры господдержки по ипотеке будут ликвидированы, скажем так, снижены, плюс процентная ставка по кредитам вырастет, тогда покупателю станет сложнее приобретать недвижимость. Строителям надо будет в любом случае продавать. В этом случае может быть как-то маржа подвинется, но я не думаю, что намного, потому что да, она приличная маржа в строительстве, но не 50%, не 70%, то есть, может быть, на 5% подешевел бы рынок. Опять же, здесь вмешивается фактор продолжения инфляции. У нас подняты ставки Центрального банка, значительно подняты, но если мы говорим не о том уровне инфляции, который может показаться вполне лояльным, там 7 или 8% у нас инфляции, а фактическая инфляция в области строительных материалов 50%, чтобы сдержать такую инфляцию в стройматериалах 50%, повышение ставки Центробанка на 2% будет, естественно, недостаточно и в целом я думаю, что вполне вероятно у нас инфляция еще по строительству она будет иметь место быть, может быть, не в том объеме, конечно, еще на 50% в 2022 году цены не вырастут, будет замедление определенное, но все-таки инфляционные ожидания у меня есть, что инфляция будет иметь место быть, соответственно, о понижении цен на строительство я не думаю, что оно произойдет, то есть, может быть, оно остановится, где-то застройщик снизит свою маржу, как раз-таки это нивелируется ростом инфляции, может быть, чуть-чуть еще цены подрастут, пока вот такое вот у меня ожидание на этот счет, ну, работаем с тем, что есть, скажем так, в рынке, как раз-таки для этого стараюсь обеспечить максимальную ликвидность, чтобы не застрять с каким-то объектом, вдруг цены снизятся, вдруг такое произойдет, например, не зависнуть с объектом недвижимости, который был куплен дорого, чтобы его продать потом дешевле, лучше постоянная ликвидность, тогда можно делать выбор в ту или иную ситуацию, всегда есть гибкость в рынке в этом отношении, поэтому такая вот ситуация с инфляцией, к сожалению, надеюсь, что правительству удастся ее решить, так и перспективы рынка недвижимости в сторону более комфортного или арендованного жилья. Не совсем вот понимаю ваш вопрос, более комфортного или арендованного жилья, но да, что-то не могу понять, если поясните, то в сторону более комфортного или арендованного жилья, это вы имеете в виду продавать ли жилье с более комфортным, скажем так, с более комфортной отделкой или сдавать в аренду, может быть вы это имеете ввиду, но можете расшифровать, постараюсь дать какое-то свое видение. Вообще по перспективам, планирую сейчас большинство объектов находятся как раз таки под продажу, то есть отделочные, ремонтные работы, установка кухонь и всего прочего, плюс продажа, хочу нарастить сейчас объем по как раз жилью, которое сдается в аренду, то есть чтобы получать пассивный доход. Есть там пара объектов, которые серьезно выросли, их продавать смысла сейчас нет, потому что, как все понимаем, цены на недвижимость очень сильно скаканули на 50%, но НДФЛ никто не отменял, никто не учитывает то, что это не прибыль будет с этих объектов, а это просто инфляция, придется платить огромные ставки по НДФЛ с разницей между куплей и продажей, поэтому их продавать нет смысла, хочу их под аренду определить, там 3-4 года поздаются и как раз таки настанет период 5 лет, это по снижению как раз таки НДФЛ до ноля, такая вот ситуация. Надеюсь, на ваши вопросы ответил, были очень интересными, буду рад всегда комментариям, буду рад вас видеть в телеграм-канале, в клубе, всегда присоединяйтесь, думаю, что будет много полезной информации. На этом, пожалуй, все, всем удачи в инвестициях, самое главное, здоровья, всего доброго, до свидания.